Алена как приехала на автомобиле, а вы знаете, что в Осетии, во многих Северо-Тавказских республиках очень много таких туннелей, туннелей через горы, вообще казалось бы тоже совершенно мегаломанской, безумной идеей, пробурить гору, это в голове не помещается, совершенно безумие, для того, чтобы удобнее было ехать в машине через нее. И вот многие из этих туннелей, как вы знаете, они заброшены, они не используются в основном за важным значением, и вот что делает Атрона, она ставила машину перед входом в этот туннель, и она заходит вместе со своей камерой внутрь этого туннеля, и дальше разворачивается такая достаточно экстенциальная драма, такая драма о потерянности на фоне этого мегаломанского проекта, в интерьер мегаломанского проекта советского периода, в этой этапической идее пробурить дыры в горах. То же самое, что мы с вами, опять же, вспоминаем про Аральское море, ведь проект «Ворота сибирских веков-5» как раз был создан в том числе и для того, чтобы наполнить их заново Аральское море. Это совершенно безумно афициозный проект. И вот что происходит в этом видео, если вы посмотрите, оно летит 7 минут, Алена как бы попадает внутрь туннеля, вот это окошко, да, вот там где-то вдалеке, оно очень долго времени не меняется. То есть, вы пытаетесь только приблизиться, но оно остается таким же маленьким и крошечным. И в какой-то момент, когда вы начинаете попадать из-за паники, что делать, да, то есть, идти ли туда, либо ввернуться обратно, а расстояние уже одинаковое. И вот тут у меня есть еще один интересный эффект. То есть, дорога начинает подниматься и перекрывать это окошко, и она оказывается в полной тишине, в полной темноте, в этом удушающем состоянии, в этих удушающих интерьеров, по Леониду Залитскому и Голованскому проекту. Вот такая личная история про того, как художник оказывается в заложниках и какой-то исторической драмы, и социо-культурной ситуации, и политической ситуации, и так далее. И вот, по идее, вот из этого как бы зала, вы вообще взяли, если у нас была какая-то дверца в тот зал, да, но мы как бы сейчас с вами представим, что мы как бы отсюда переходим в который зал, я предлагаю перейти. Закроюсь в глаза, а там откроем. Да-да-да, мы сейчас закроем, да, быстренько, но мы еще поднимемся во второй зал. Понимаешь? Сейчас, да, я поделюсь. Я поднимаюсь. И вот мы с вами переходим во второй зал. Это уже, я еще раз повторюсь, да, там у нас была такая макрооптика, здесь такой микроизляд, но тем не менее, работа с другой врачей достаточно мегаломанская. Мы их специально повесили, чтобы у вас создавалось ощущение, с одной стороны, чтобы у вас было более эффективное взаимоотношение с этими работами, которые вы здесь видите. С другой стороны, они тоже большие, то есть вы должны иметь приблизительный их объем. И я бы разделил в этот зал, ну, три группы, да, вот первая группа – это первые две стены, вторая группа – это вот эти три стены, и вот это как бы третья группа. Давайте поговорим немножечко о них. То есть в основе это какая-то очень отличная история Алены, о которой она мне, к сожалению, не рассказала, поэтому мне пришлось только инфекретировать. Давайте с вами попробуем, может быть, у вас будут другие и более эффективные показатели по поводу этого. Здесь мы видим с вами, да, вот этих двух стенах, такое своеобразное тело в уме, это тело, которое находится, я это называю, вынужденное положение. Вынужденное положение – это медицинское тело, которое обозначает позу тела, которое тело принимает в случае болевого синдрома, да. То есть иногда, допустим, если человек выходит камень из почек, например, или что-то еще, он принимает совершенно такие смысловатые позы, позы очень ломаные. То есть мы говорим здесь о какой-то трампирующей ситуации, о ее начале, как из этого выйти, да, как художник из этого выходит. Я хочу обратить вас внимание именно на эту систему. Она такая очень по-бэклеровски жестокая, такая, как будто в нас кидают какие-то окровавленные куски мяса. Мне кажется, опять же на экипоция, что это история о каком-то таком пересобирании тела художника. И поэтому я выбрал в качестве объяснительной модели историю про шаман. Потому что вы знаете, что шаманы – это такие персонажи, которые являются последними его переграфами. И очень важный момент в процессе перехода человека в состоянии, как бы, перехода в шамана – это когда духи раздирают его тело на части, да. Все может быть и по-разному. Духи могут откусывать голову, например, человека, они могут вываривать его в состоянии костей, они могут вообще раздирать и дезинтегрировать его, как бы, мышцы, да, от самих костей и так далее. И после этого другие духи уже пересобирают тело шамана в какую-то совершенно другую констерляцию. И затем уже шаман становится полностью свободным, да, то есть он может уже общаться с духами. Потому что те духи, которые вы пересобирали, они и рассказывают, и помогают ему. Помогают его включить, либо рассказывают ему какие-то модели, варианты будущего и так далее. Мне кажется, вот эта история о том, как…